13.0012.07.2018 Обновлено, 13-7 12 июля 2018 года 5-3-4-2-1-0 Москва, 12 июля, РИА Новости Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предоставляет возможность гражданам РФ с 1 января 2019 года авансом платить имущественные налоги единым платежом Сгласно документу, физлицы смогут добровольно перечислять на соответствующий счет федерального казначейства единый платеж в счет исполнения обязанностей по уплате транспортного, земельного налогов и налога на имущество Платеж должен перечисляться по месту жительства налогоплательщика или месту его пребывания, а если такое место отсутствует, то по месту нахождения его недвижимости Уплата единого платежа за гражданина может быть произведена любым другим лицом, которое после такой уплаты не сможет требовать возврата средств из бюджетной системы Налоговый орган будет самостоятельно осуществлять за счет суммы единого налогового платежа в счет предстоящих платежей гражданина по соответствующим налогам, либо в счет уплаты недоимки или задолженности по ним На зачет излишнеуплаченных средств счет погашения недоимых документ отводит максимум 3 года, при этом гражданин будет иметь право на возврат денег, перечисленных единым платежом и авансом, по которым налоговым органам не было принято решение о зачете Возврат осуществляется в пределах остатка средств на счете в течение месяца со дня поступления соответствующего заявления налогоплательщика в налоговый орган В случае нарушения срока возврата будут начисляться проценты за каждый день просрочки Процентная ставка принимается равной ставке рефинансирования Банка России, которая действовала в дни такого нарушения, сообщил РИА Новости первый зампред бюджетного комитета Госдумы Глебку Законопроект также допускает с 2019 года возможность уплаты налогов и других платежей, предусмотренных налоговым кодексом, через многофункциональные центры предоставления госуслуг, МФЦ Задержка перечисления средств местной администрации, почтовым отделением или МФЦ будет караться штрафом в размере 1,150 ставки рефинансирования ЦБ, но не более 0,2% за каждый календарный день просрочки Кроме того, если налоговый агент, плательщик страховых взносов, не представит расчет по страховым взносам в налоговый орган в течение 10 дней по истечении установленного срока, налоговики будут вправе приостановить операции по счетам этого лица в банках и его электронные денежные переводы Продолжение следует...